Иууу, всем привет, на связи Лорензе, и сегодня я вам вынужден рассказать, как правильно скачать бэкрашу на свой телефон, чтобы у вас не вылетала ошибка, которая приводит к потере соединения с сервером, а также не попасть на уловки мошенников и не потерять свой аккаунт. Обязательно смотрите данный ролик до конца, ведь в конце будут три победителя на Бэтмобиле. Буквально на днях мне в личку написал один челик интересное предложение. Привет, Лорензе, у меня есть крутой фасконнект для тебя, админы вообще не палят и бесплатно, вот ссылочка на скачивание. Казалось бы, что тут странного, подписчик хочет мне помочь и поделиться бесплатно фасконнектом, но проблема в том, что во-первых, за любой фасконнект на бэкраши дают бан. Да, возможно тяжело определить, что вы используете фасконнект, но если вас вычислят, то бана вам однозначно не избежать и вы потеряете свой аккаунт. Ну а во-вторых, ссылка, которую мне скинул подписчик, была очень подозрительная. И когда я ее открыл на компьютере, то увидел красное сообщение о том, что данный файл не безопасен для скачивания. Отсюда следует, что скорее всего подписчик хотел мне подкинуть стилер, с помощью которого он узнает пароль от моего аккаунта и впоследствии украдет его у меня. Будьте предельно внимательны, прежде чем что-то скачивать. У меня в описании под этим роликом есть ссылка на официальный клиент бэкраши. Эту ссылку мне выдал сам пиар-менеджер проекта бэкраши, такая ссылка есть у всех официальных ютуберов. Скачивая игру по этой ссылке, вы точно можете быть уверены, что там нету никаких стилеров и подозрительных фас-коннектов. Просто открываете описание, нажимаете на ссылочку и вас перекидывает на официальный сайт проекта. Листаете немного вниз и у вас будет кнопка скачать лаунчер. Нажимаете на эту кнопку и у вас начнется загрузка. После чего открываете папку своих загрузок на своем телефоне и открываете файл, который вы скачали. Возможно телефон вас попросит включить разрешение установки файлов из неофициальных источников. Ничего страшного не бойтесь, включайте, так как это официальный клиент на котором играют все игроки. Никаких там вирусов быть не может. После у вас установится лаунчер, вам надо его открыть и у вас вылезет окошко о том, что вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности. Нажимаете кнопку окей, но если вдруг вам интересно, то можете прочитать эту политику, но думаю для большинства ничего интересного в этом не найдете. Далее нажимаете посередине кнопочку играть и вас перекинет на окно ввода своего никнейма. Тут вы должны написать свой ник, если у вас уже есть аккаунт и если у вас нет аккаунта, то вы должны придумать какой-то ник для себя. Но я рекомендую вам использовать сразу рп формат ника, имя и через нижнее подчеркивание фамилия на латинице. У вас начнется загрузка файлов, тут уже зависит все от вашего интернета. Чем больше у вас скорость, тем быстрее вы скачаете игру. Ну а далее у вас уже непосредственно запустится сама игра. И вам остается лишь выбрать сервер. Если вы новый игрок, то конечно же выбирайте сервер white, потому что я играю на white. И будет очень круто, если вы будете играть со мной на одном сервере. После у вас скорее всего будет написано в чате, что сервер полный повторное соединение. Это ничего страшного, это нормально, так как на сервере одновременно максимум может играть только тысяча игроков. Поэтому вам придется немного подождать, пока освободится свободный слот для вас. Ну а когда вы уже законнектитесь, вам надо будет придумать свой личный пароль, его обязательно запомните. А для тех, у кого уже давно все скачано из официальных источников, и если вдруг у вас есть проблема, потеря на соединение с сервером, то я вам рекомендую удалить полностью игру и скачать ее заново по моей ссылочке. Это должно решить вашу проблему. Ну а у меня на этом все, надеюсь вы обязательно поставили лайк, и всем желаю удачной игры. Субтитры сделал DimaTorzok